Всем привет! Сегодня у нас новое занятие и тема, как по мне, очень классная и интересная. Сегодня расскажу, как сделать фейковый поворот в After Effects. Мы не будем использовать никакие сторонние плагины трехмерные, трехмерные пакеты тоже. Только After Effects, только Vector, только плоская графика. Я уже подготовила иллюстрацию, вот такой милый фургончик с мороженым. Все разбила на отдельные слои, даже все экспортировала в After, подчистила слои, как мне нужно. И, в общем-то, мы готовы начинать. Так что давайте не терять ни секундочки. Но прежде чем мы начнем, давайте буквально пару слов о том, зачем нужна эта технология и зачем я ее хочу вам показать. Возможно, кто-то из вас скажет, что это все ни к чему, есть трекеты, есть синема, например, в ней можно все это дело замоделить, вертеть как угодно, какой угодно объект. Да, вы будете правы, естественно, есть синема, но мне нравится эта технология, которую я покажу сегодня по двум причинам. Самое первое, очевидно, если вы новичок и у вас вдруг появляется сдача, вам нужно сделать какой-то пролет, какой-то поворот сцены и так далее, и вы не знаете ничего, кроме автора, вы только-только начали вообще работать с анимацией, то здесь эта технология придет вам на выручку. И второй момент чисто стилистический. Это все дело вкуса, но, тем не менее, мне очень нравится двухмерная графика, которая пытается казаться трехмерной. Она имеет свои такие стилистические особенности, выглядит это все, скажем так, приятно, особенно если сделано чистенько. И нету диссонанса, когда в двухмерную графику внедряют трехмерную, пытаются ее подстроить под плоское изображение. Нету стилистической несостыковки в этом всем. Поэтому лучше всего, конечно, на мой взгляд, опять же, все в едином стиле и добиваться такого единения, скажем так, в анимации между всеми элементами сцены. Я наверняка знаю, что если вы вам попадались на глаза ролики, в которых было совмещение и 2D и 3D, это вызывает диссонанс. Вы сразу это считываете, даже если вы особо не знакомы с инструментами, вы сразу понимаете, ну да, окей, это 3D посреди 2D. Ну да, как-то немного выбивается. Вот, поэтому будем с вами учиться делать все ручками, все в плоской графике, с помощью пасов, некоторых хитростей и так далее. Начинать свою анимацию я буду с больших форм, естественно. Я не буду начинать с этих дворников или этих зеркал и уж тем более фонариков. Начинать анимацию, в принципе, любую, стоит с большого движения и больших масс, больших форм. Большая форма это у нас, естественно, вот этот фургончик, поэтому сейчас я его выделю и буду с ним работать. Так, есть. Мне понадобится сегодня инструмент пас, мы будем настраивать пас, мы будем настраивать именно форму. Я отключу пока все, что мне не нужно и буду работать только с основным объемом. Итак, у меня есть, стоят уже ключи. Какой основной принцип? Основной принцип расставить несколько ключей. Каждый ключ будет отвечать за тот или иной, скажем так, угол поворота. И затем уже в конце, в следующей композиции мы настроим с вами с помощью определенного эффекта тайминг. И у нас будет классная стильная анимация. Можно делать как поворот на 360 градусов, но это гораздо более длительный, скажем так, процесс. Можно делать поворот на 90, можно на 45, как угодно. Принцип один и тот же. Просто больше угол, тем больше, естественно, это будет занимать времени. Я сделаю для наглядности, чтобы показать основной принцип поворот вложения в профиль. Полностью в профиль будет у меня мой грузовичок. Поэтому в нулевом кадре у меня будет стоять такой ключ, то есть изначальное положение фургончика. И через секунду, в следующую секунду, у меня уже будет следующее положение фургончика. Я могу настроить этот интервал как угодно. Я могу на самом деле интервал поставить и в один кадр. Мне сейчас совершенно без разницы, потому что тайминг мы будем настраивать в конце с помощью таймремапа. А он так, ему в принципе все равно, какой будет интервал. Ключевое здесь, чтобы во всех элементиках, у каждого элементика был один и тот же интервал. Иначе таймремап не сработает. Ну, я позже на этом еще сакцентирую внимание дополнительно. Итак, проставляю на секунде ключи. Вот они. И теперь схлопываю. Могу, кстати, схлопнуть примерно посередине. Это будет правильнее. Схлопываю просто свою плоскость. Обратите внимание, я именно отдельно выделяю правый край, левый край. Я не делаю вот так. Вот так. Иначе у меня просто пропадет этот угол. А мне как бы нельзя, чтобы он пропал. Я имею в виду вот этот. Иначе анимация будет кривая, будет не очень чистая. А мне это совершенно не нужно. Так, практически в одну линию. Так, я здесь могу подрезать этот слой. Потому что он должен практически исчезнуть. А этот слой, какой-то лишний, кстати, ключик. Давайте подтянем. Ну, подтянем с вами сюда. Сюда. Итак, есть. Одна часть у нас уже проворачивается. Идет сокращение. Провернулась. Есть. Так, теперь на такое же расстояние я должна подвинуть и эту заднюю часть нашего фургончика. Чем ровнее мы все это дело выставляем, чем, скажем так, ответственнее подходим ко всем расстояниям, тем будет убедительнее наш поворот. Так, мне туда перепутала ключ. Вот во втором ключе. Давайте смотреть. Это нам не нужно. Да. Можно было бы и позишеном сделать. Ну, здесь, опять же, кому как удобнее. Я работаю с пасом. Итак, каркас у нас с вами готов. Давайте админировать детальки. Детальки, я думаю, мы начнем с... Можем начать с окошек. Тоже достану пас. Вот так. Спасибо. Опять же, можно делать под кейлом, но тогда у нас пропадает наше искажение. Давайте придумаем, как это реализовать. Давайте тоже сделаем здесь анимацию. Все вместе это дело сдвинем. Все вместе. А затем просто накинем маску, чтобы у нас то все дело не вылазило за пределы нашего фургончика. Опять же, я подрежу немножко слой, потому что у нас как бы скрывается затем. Я накинула сет made, выбрала в качестве маски, естественно, нашу вот эту вот часть, эту сторону. И теперь, видите, лично ложится, ничего нигде не вылазит. Отлично. Давайте дальше. Давайте сдублируем наш фонарик. Сделаем какое-нибудь цветовое кодирование, чтобы понимать. Все это привяжем. И здесь мы можем с вами, можем поступить точно так же, как мы делали до этого, паз заанимировать, а можем так же и сделать анимацию по скейлу. Когда анимацию по скейлу лучше не делать? Так, сейчас... Видите, происходит небольшой сдвиг. Нам нужно еще дополнительно заанимировать position, чтобы у нас этого сдвига не было. То есть у нас графика выходит сюда, здесь край, поэтому отлично. Теперь нет этого сдвига. Выглядит здорово. Когда анимацию по скейлу лучше не делать? Если у вас графика с обводкой, например, была бы здесь какая-нибудь обводка вокруг, Давайте... Да, наглядности. Есть какая-то... Какая-нибудь обводка. И когда вы делаете скейлом, не очень красиво сжимается обводка. То есть здесь остается такая же толщина, как и была, а по иксу у нас обводка меняется. Если бы мы с вами делали это дело все строком... Я тоже покажу. Допустим. Да, сейчас у меня эта история заанимирована, поэтому я на ней покажу вот на этой рамке. Вот. Если я делаю с помощью паз, да, то у меня толщина обводки совершенно не меняется. Вот вообще как. Я скейлю именно паз. Я не скейлю шейп или слой, где лежит шейп целиком. Такая история гораздо выглядит более чисто и более профессионально. Поэтому я вас предостерегаю. Если вы будете брать в своих работах графику с строком, да, с какой-то обводкой, то имейте в виду, вот этот эффект, когда оно некрасиво скейлится и есть разница в толщине, появляется разница в толщине, хотя ее до этого не было, естественно, то это выглядит не круто. Поэтому работайте не с помощью скейла, а с помощью паза. Так как у меня здесь особо нет никаких обводок, у меня все равномерная заливка, то я буду, естественно, использовать скейл. Опять же, можно было бы с помощью паза сделать более аккуратные вот эти края, естественно, да, без проблем. Ну, в качестве туториала того, чтобы показать вам, как вообще это все дело настраивается, я сейчас немножечко пожертвую этими мелкими скруглениями, да, но обратите внимание, что на более крупных элементах я заанимировала с помощью паза. И эти скругления у меня здесь не пропадают. Они у меня ровненькие, все классно и никак не искажаются. Поэтому всегда выбирайте, где у вас более такой яркий объект, который будет привлекать больше внимания, и как его нужно прорабатывать, и где у вас какие-то мелкие детальки, на которые, в принципе, можно немножко подзабить и чуть-чуть сэкономить себе времени. Так, давайте заанимируем зеркало. Зеркало я просто сделал с помощью позишена. Давайте примерно так. А это зеркало я положу на задний план и тоже заанимирую с помощью позишена. Но уже оно будет у меня позади, позади всех остальных объектов. Так, у меня остаются здесь, остаются эти дворники. Давайте посмотрим, как лучше их сделать. Я попробую scale. Если вдруг не получится, то, нет, в принципе, выглядит не так плохо. Давайте только еще докинем position, потому что у нас слетают эти дворники. и чуть-чуть rotation, чтобы положить в нужную плоскость. Обратите внимание, я совершенно не работаю с таймингом. Вот от слова совсем. У меня сейчас все с помощью линейных ключей сделано. Тайминг я, как уже говорила, буду настраивать потом. Так, это у меня верхняя часть. Давайте ее тоже настроим потихоньку. Я от меньшего, от большего, точнее, двигаюсь к более частным моментам. Так, а еще у меня куда-то пропала эта деталька. Так линейные Halo 4... Так. Продолжение следует... У меня здесь находятся дополнительные всякого рода детальки, которые тоже нужно, конечно, заанимировать. С этой части. Главное не спешить и быть последовательным. Тогда проблем быть не должно. Тоже анимирую паз. Все это дело схлопываю практически в одну линию. И перемещаю, естественно, сюда. Отлично. Видите, уже появляется у нас такая перспективка. Давайте эту часть сделаем. Тоже схлопнем. Да, отлично. 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 Здесь на стыке хорошенько все проработать, чтобы не было никаких накладок и некрасивых моментов. Это прям очень важно, чтобы все было ровненько, максимально. Тогда работа будет выглядеть аккуратно и профессионально. Я думаю, это то, что все мы здесь преследуем. Давайте так. Так, здесь у меня линия не дорисована. Давайте ее дорисуем. И у меня здесь должен быть пунктир. Давайте его добавим. Сделаем чуть побольше. Где-то так. И тоже заанимируем строк. И вот здесь вот так. Давайте так. так есть здесь не совсем получается удачно со строком потому что у нас расстояние между каждой черточка должно уменьшаться а у нас не получается такого поэтому здесь у нас с вами строк не не строк опас анимация не прокатит нам нужно то-то другое и это будет скорее всего все-таки скилл white scale где у нас он крепой давайте подвинем и сделаем позицию я делаю позицию скейл именно шейп не всему слою обращайте на это дело внимание и Продолжение следует... Так, не забываем про одинаковый тайминг обязательно, иначе все это дело будет несинхронизировано и будет как вот сейчас у меня. Все отдельно шевелится, отдельно проворачивается. Да, отлично. В принципе, некоторые слои, которые мы с вами анимируем по скейлу и никак не анимируем по скейлу, можно положить и в один слой без проблем. Но так как я периодически меняю, скажем так, идею, думаю, это так сделаю, это так сделаю, то у меня все лежит немного так в разнобой. Плюс из-за того, что у меня есть этот скос, да, вот этот и вот этот скос. Мне нужно все время об этом деле думать. Так что по отдельности у меня, скажем так, возможности для манипуляции анимацией. Так, у нас остались только вот эти мелкие черточки, давайте их тоже сделаем. Здесь все просто, просто их сдвигаем. Они у нас идеально параллельны, нарисованы этому скосу, поэтому здесь вообще нет проблем никаких. Так, ну что ж, одну часть фронтальную мы сделали, я эту часть называю фронтальной, а это боковая история, да. Одну часть мы сделали, нам осталось сделать эту часть. Вот, давайте отключим то, что нас сейчас, скажем так, смущает и что мешает нам сосредоточиться на основных объектах. Потому что когда гора всего, естественно, глаза разбегаются и вообще непонятно, за что хвататься. Я начну с этого окошка. И окошко у нас, по сути, только смещается. Ну, может быть, немножко становится пошире. Потому что все элементы на этой стороне у нас как бы сужаются, да. У нас такая перспектива без, скажем так, искажений особых по форме, только по одной направляющей. По X у нас сжимается, разжимается графика. А все, что находится на этой стороне, у нас, естественно, разжимается. И здесь, на самом деле, приходит на помощь один из принципов анимации. Это хороший, уверенный рисунок. Когда вы понимаете, как у вас идет форма, даже в такой плоской графике, даже без особых перспективных искажений. Если вы понимаете, что у вас становится больше, что у вас становится закономерно меньше, насколько, как сильно. Это все помогает вам создать классный эффект трехмерности, да, фейковой такой трехмерности. Мне нужен тут, кстати, пас тоже. Здесь, опять же, нужен пас, анимация паса, а не скейла, потому что, если я просто скейлом растяну, да, у меня меняется угол. Мне это критично, мне нельзя, чтобы у меня был разнобой по всякого рода углам. Так, здесь очень тонкая линия, да, здесь она чуть потолще, но все-таки не то, чтобы очень. Направление, направляющие должны у нас с вами сохраняться все-таки. Да, примерно так. Все блики я добавлю в самом конце, это уже такие украшательные штуки, поэтому сейчас не думаем о них, думаем о основных элементах нашей графики. Давайте сделаем. Анимацию для верха. Здесь у нас торчит хвост, надо его подчистить, не забыть. Так, и сюда сужаем. Опять же, я делаю это не скейлом, чтобы не потерять это скругление. Если там на маленьких фонариках еще как-то можно было это, я имею в виду здесь, ну, спустить на тормозах, то уже тут не получится. Здесь надо уже все по-честному. Так. 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 Подбину на край, стык в стык обязательно, и, естественно, у нас будет тут пошире, так что паз тоже заанимировал пошире. Есть. И теперь давайте эти линии тоже заанимируем, потому что они как бы нам достаточно важны. И они у нас формируют светотень на нашем фургончике. Давайте аккуратненько. Отлично. Если бы у нас была здесь более сложная форма, мы бы с вами сделали маску. Ну, так как у нас здесь все по прямой, в принципе, можно так и оставлять. Давайте. Что теперь у нас? Можем дверь с вами заанимировать. Ну, прежде всего, опять же, раскрываю все. Давайте сначала это спрячем. Это тоже спрячем. И заанимируем каркас. Опять же, начинаю все с большой формы. Так, было так. И здесь я сделаю позишн у всего слоя, чтобы потом мне не двигать сильно окна туда-сюда, не ставить 100 миллионов ключей. Мне это не очень тоже нравится, поэтому сделала так. Главное, одинаковый интервал. Видите, да? Так, а здесь у меня тенька. Теньку тоже обязательно надо заанимировать. Тенька, на самом деле, по логике, она должна здесь как бы схлопнуться, да? Ее практически не должно быть, когда полностью в бок повернется наш грузовичок. Но мне нравится здесь этот объем, чтобы не была плоской у нас наша графика. Мне нравится дополнительный объем, поэтому я не буду это делать. Но, в принципе, имейте в виду, здесь можно как бы это дело тоже схлопнуть. Так, давайте разберемся с окнами. Я не могу, опять же, сделать все тут сильно скейлом, поэтому придется делать с помощью пасса, потому что иначе, опять же, растянутся эти углы, и это будет некрасиво совершенно. На одинаковый шаг я делаю. Так, отлично. И ручку давайте тоже с вами сделаем. Я проставила ключи. Отлично. Могу. И заанимировать теперь. У меня толщина появляется с этой стороны. Но не такая большая, не такая, скажем так, агрессивная. Что сейчас не круто. У нас здесь слишком быстро, как будто все двигается. Это из-за того, что разные, слишком разные расстояния. Давайте дверку тоже подвинем. А окошко еще больше раскроем. Так, больше похоже на правду. Да. Теперь видите, как бы все более-менее равномерно двигается. Это из-за того, что у нас был такой дисбаланс в плане расстояния между окном, дверью, между этой частью окна и боковой стороной. Следите за тем, как у вас все это дело сокращается. Так, у меня что тут с окном произошло. Не проставился, к сожалению, здесь ключ. Но это не страшно. Все, теперь мне очень даже нравится. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. Так, у нас очень сильно схлопнулась боковая сторона все-таки. Я так смотрю. Давайте где-то на середину поставим. Потому что у нас не будет места тогда совершенно для нашего окна. Так, есть. Давайте эту штуку тоже подвинем буквально с помощью позишена. Просто сюда. Так, у меня здесь не стояли ключи. Давайте их добавим. Так. Я немножечко подкрутила поворот того, что мы уже сделали, чтобы у нас с одной и с другой стороны равномерно уменьшался грузовичок. Вот мои линейки, я их поставила. То есть была такая ширина, светло-синий, да. А стала такой ширины. Стал такой ширины наш грузовичок. Более яркий, синий. Вот. Это чтобы у меня не было того, что одна часть грузовичка двигается быстрее, вторая медленнее. Просто вот такие я направляющие поставила. И чтобы вас долго не мучать, магия монтажа это все дело решила. Давайте подстроим под то, что у нас уже есть анимацию нашего окна. Я добавила позицию, да. И сейчас добавлю еще и паз-анимацию. Давайте раскроем один и тот же интервал, естественно. И здесь пошире. Продолжение следует... Так, у нас еще вот эта часть сзади. Давайте ее тоже заанимируем. Практически не видна. А здесь прям уже во всей красе. Так, у нас здесь рядом с окошком, на окошке, была еще такая красная... Красно-белая штука. Давайте все рядышком поставим. И ее привяжем к кону. Вот, анимацию позиции. Сохраним. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Таким нехитрым образом у нас получается классный параллакс для этого навеса. Я просто замирала пас, и у меня всё, скажем так, идёт ровно, прямо, без каких-либо искажений. Главный секрет, скажем так, фейкового поворота такого, это чтобы у вас не было смещения никакого, то есть у вас всё чётко идёт по оси Х, вот так. У вас не должно быть что-то ниже, что-то выше, когда вы делаете поворот. Тогда есть ощущение, что этот навес, да, закрывается, и непонятно, это вы так хотели или у вас так получилось, вы просто не уследили. Поэтому следите за тем, чтобы всё двигалось по Х, да. Вот я выставляю направляющую, у меня здесь заканчивается навес, да, в самом первом кадре здесь заканчивается, и в последнем кадре у меня тоже здесь заканчивается. Он ни выше, ни ниже, это критично. Так, что у нас осталось? У нас осталось не так много, у нас осталось колесо, я сделаю одно, и потом, естественно, буду дублировать колёса. Разобью колесо на переднюю и заднюю часть, мне так будет, и просто заанимирую позишн. Привяжу это делать сюда. У нас здесь нет никаких перспективных искажений, поэтому одно находит как бы на другое. Целиком. Идеально. Не обращаю внимания на то, что сейчас какие-то толчки такие некрасивые в анимации, да, рыбки, это не очень прикольно. Мы это настроим попозже. Я копирую колесо. Давайте его перекрасим для ясности. И теперь можно всё дело скопировать целиком. Далеко. Ну, а теперь нам нужно немного поменять ключи. Так, это идёт сюда. А всё у нас становится на одну линию, естественно, поэтому будем копировать ключи, чтобы не делать это руками, чтобы всё было ровно максимально. Вот так. Есть. Давайте перекрасим немного колёс, чтобы у нас было понятно, что эти части у нас в тени. Есть. Есть. И это тоже. Чтобы задние колёса не были такими контрастными. Сейчас они слишком бросаются в глаза, они должны быть в тени. Так, есть. Давайте эту штуку тоже заанимируем, и у нас останется лесенка. И так далее. Спасибо. И тогда поговорим. Мы сделаем вам для меня, чтобы закрепить колесо. По-моему у нас осталось. Осталась у нас лестница и мы ее привяжем к двери, чтобы не выставлять это все руками опять. Так есть и нам останется совсем чуть-чуть заанимировать эти части. Продолжение следует. Так и заднюю тушь давайте занируем. В одну линию все это дело схлопнем естественно. Тогда у нас будет более качественный поворот. Только все не так широко, как у нас получилось. Так есть мы можем естественно скопировать эти части, чтобы не анимировать вторую такую же детальку. Да, давайте это дело подвинем сюда. И вот у нас в принципе готово. Немножко у нас все дело съехало. Съехало оно, потому что у нас лестница должна все-таки еще и расширяться, так как у нас поворот идет. Поэтому давайте тоже подвинем. И эти штучки тоже занируем. Чтобы ничего не вылазило и было аккуратненько. Так, давайте смотреть. Отлично. Здесь можно еще, кстати, это зеркало тоже заанимировать. Чтобы оно не было таким, скажем, необъемным. Отлично. 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 Продолжение следует... Да, то есть у нас тоже тут есть некое перспективное сокращение. Куда-то пропало наше второе зеркало, поэтому я его еще раз дублирую. Давайте кинем его на задний план. По-моему, вышло отлично. Насчет окружения. Окружение тоже можно делать, можно его анимировать, естественно. Давайте сейчас по-быстрому это все дело сделаем. Здесь мы не будем уже никакой пассоминировать. Мы будем делать только по позиции. Но, кроме того, у меня же еще здесь есть как бы мороженка, про которую я совершенно забыла. Мы его тоже сделаем с помощью позиции. Так было так. Остало как-нибудь вот так. Плюс еще задний шарик тоже должен уйти у нас назад, чтобы не стоял на месте. Вот. Давайте назад на плановом. Даже вот так привяжу просто. По-моему, вышло отлично. Насчет окружения. Окружение тоже можно делать, можно его анимировать, естественно. А давайте сейчас по-быстрому это все дело сделаем. Здесь мы не будем уже никакой пассоминировать. Мы будем делать только по позиции. Но, кроме того, у меня же еще здесь есть как бы мороженка, про которую я совершенно забыла. Мы его тоже сделаем с помощью позиции. Так было так. Остало как-нибудь вот так. Плюс еще задний шарик тоже должен уйти у нас назад, чтобы не стоял на месте. Вот. Давайте на задний плановый. Даже вот так привяжу просто. На самом деле, можно заанимировать еще дополнительно, скажем так, длину у нашего конуса. Вот. Прям для большей, скажем так, наглядности. Ну, в принципе, даже сейчас выглядит достаточно неплохо. Давайте насчет деревьев. Деревья на заднем плане, поэтому они практически не будут шевелиться. Эффект параллакса такой, что то, что у нас на переднем плане, у нас движется и активно сокращается. Все, что на более заднем плане, у нас уже не так активно идут всякие перспективные сокращения. В принципе, любое движение. Поэтому нам нужно эту разницу, естественно, показать. Давайте просто подвинем эту часть. И эту тоже. Так, вот этот куст. Вот же он. Да, на самом деле, можно еще меньше. Вот совсем немножко. Потому что все-таки это задний план. Он... Ну, явно видно, что он далеко, поэтому... На него так много внимания нельзя ублять. Ни к чему. Спасибо. 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 Можно сделать небольшую разницу. Давайте, кстати, на задний план. Да, вот так. И эти деревья у нас будут двигаться, скажем так, поактивнее. То же самое и куст, потому что он все-таки на переднем плане. Так, немножко промазала я с ключевыми кадрами. Обязательно проверять, чтобы не было таких интервалов, да. То есть у нас, по сути, всего два кадра. Что ж, в принципе, неплохо. Давайте здесь обрежем. Часть здесь, наоборот, подтянем. Ну, и теперь мы готовы с вами настроить человеческий тайминг, чтобы у нас не было такой дерганины с линейными ключами. Поэтому мы берем нашу композицию. Вот она. И все это дело помещаем в другую композицию. Проверяем настройки. Да, все окей. Теперь правой кнопкой мыши. Time. Enable time remapping. Вот мы с вами применили таймремап. Что это такое? Это такой эффект, скажем так, в манилии таймремап. Что это такое? Это такой эффект, скажем так, при котором мы с вами можем управлять временем, управлять непосредственно таймингом. У меня был интервал в одну секунду между двумя ключами, поэтому на одной секунде я ставлю новый ключ. Вот он, зафиксировали. Последний ключ мне ни к чему, я его удаляю. Теперь, сжимая, разжимая, скажем так, ключи, ставя их поближе или подальше, я могу управлять своей анимацией. Делать ее подольше, то есть она вообще 10 секунд у меня поворачивается со скоростью черепахи. Либо наоборот, делать все очень-очень молниеносно, быстро, в 10 кадров. Именно поэтому я говорила в самом начале, что неважно, какой интервал вы задаете в своей анимации, в прикомпозе, 10 кадров, 1 кадр или секунда, неважно. С помощью таймремапа мы всегда можем это дело растянуть. Таймремап отлично растягивает анимацию, которая сделана в авторе, если у вас какие-то эффекты наложены. В общем, все, что вы сделали в авторе, работает отлично. Таймремап работает плохо, если это видео, потому что ему просто неоткуда брать информацию. Если у вас там 25 кадров в секунду, и вы пытаетесь эти 25 кадров на 10 минут, то у вас, естественно, ничего не получится, потому что просто неоткуда брать информацию, что там будет в промежутках между этими кадрами. Но если вы все это дело сделали в авторе, то, естественно, автор вам просчитает дополнительные кадры. Я немного меньше по времени нашу анимацию сделала интерполяцию изи-изи и чуть-чуть подредактировала наши графики, чтобы у нас было замедление в начале и в конце. И теперь могу скопировать первый кадр. Таким образом у меня получится зацикленная анимация. Я сделала такую небольшую тут паузу. Давайте смотреть. У меня отлично все вращается. У меня отлично все вращается. Единственное, что мне не нравится слишком как-то быстро. То есть все выглядит, в принципе, так, как нужно, плавно, мне нравится. Мне не совсем устраивает вот эта история с этим верхом. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Вот здесь происходит что-то непонятное. Давайте вынесем его просто на отдельный слой, эту верхушку. И давайте попробуем накинуть маску, чтобы прям наверняка. И в качестве маски у нас будет выступать сайт аутлайнс. То есть вот вторая история. Более светлого оттенка. Давайте найдем ее здесь. Сайт аутлайнс. Вот. Отлично. Теперь у нас не будет такой жуткой обрезки. Да. Все более плавно и гармонично. Я обещала в конце накинуть блики. Давайте, естественно, это сделаем, потому что без бликов как-то совсем грустненько. Давайте setmate. Это у нас будет side window. Setmate не всегда корректно, конечно, работает, но бывает с ним такое. Но, тем не менее, все равно достаточно неплохой эффект. И режим наложения давайте поменяем на overlay, чтобы было такое небольшое сияние. Где у нас еще блики? Вот они. Чуток уменьшу и тоже накину setmate. Только в качестве маски у нас будет, естественно, это окно. И тоже режим наложения overlay. Можно даже прозрачность немножко поменять на всякий случай. И у меня еще был блик здесь, на этом окне. Давайте его тоже найдем. Если не найдем, то просто сдублируем. Вот и меняем, естественно, маску. Да, теперь отлично. И тоже давайте позицию заанимируем, чтобы у нас пробегал блечок, когда машинка поворачивается. У нас, кстати, здесь ничего не анимировано. Это не очень хорошо. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. По-моему, вышло здорово. Мне лично очень нравится такая мультяшная, карамельная получилась графика и такая же мультяшная анимация. Что, собственно говоря, и являлась, скажем так, целью. Здесь, кстати, можно убрать эти блики, но, в принципе, они интересно здесь тоже переливаются. Что касается вашего домашнего задания, то, вы уже догадались, вам тоже предстоит сделать фейковый поворот. Это может быть либо такая же машинка, как у меня, либо какая-то другая. Это может быть, например, какой-нибудь ноутбук, какой-нибудь рабочий стол, опять же, это может быть домик, опять же, маячок какой-то. Посмотрите, много разной графики, интересной, милой. Главное, чтобы у вас не было никаких перспективных искажений, чтобы у вас была максимально плоская графика и вы могли ее двигать только по оси Х. Это как бы основной момент для такого рода эффектов, фейковых поворотов. Я надеюсь, было интересно, было познавательно. Я лично просто обожаю этот эффект. Я достаточно часто его использую. Он меня много раз выручал. Тут, в принципе, ничего сложного. Главное, немножко посидеть и не запутаться в горе слоев, которые получаются. Чем сложнее графика, тем, естественно, сложнее ее будет. Анимировать. По длительности 5-10 секунд, небольшой ролик. Можно сделать зацикленную такую же анимацию. Можно сделать поворот и побольше. Не так, как я просто в одну сторону повернула. Можно прям из этого положения развернуть фургончик на нас, чтобы он на нас прям смотрел. Фонарями и всем остальным. Поэтому зависит только от вас, от того, сколько у вас времени, сколько у вас усидчивости и возможностей. Ну, я постаралась рассказать вам все, чем пользуюсь сама. Так что, всем удачи. До встречи на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok